250 боевых вылетов, 88 воздушных боёв и 17 сбитых самолётов противника. За мужество и воинскую доблесть гвардии старший лейтенант Александр Котов удостоен звания Героя Советского Союза и множества медалей. В 1972 году на его доме в селе Троицк была установлена мемориальная доска. Сейчас там проживает дочь лётчика Людмила Яковлева. В её памяти отчётливо сохранились рассказы о отцах, каждая вещь и фотография в доме, как напоминание о героическом пути Александра Котова. Это ребята их полка. У них тяжёлый бой был. Они сбили 36 самолётов противника в этом бою. Отец сбил два. Бомбардировщик и истребитель. Память о Герои Советского Союза хранят не только близкие и родные ему люди. В Ковылкинском краеведческом музее собраны немалой информации и экспонатов, посвящённых подвигам лётчика. Это винт самолёта, на котором прилетал сын вождя народа Василий Сталин в гости к своему другу Александру Григорьевичу Котову. Заменив, поменяв винт, они старый оставили во дворе, а новый винт установили, и с тем и улетел Василий Сталин обратно в Москву. Соответственно, спустя годы дочка Героя Советского Союза передала в дар нашему музею вот этот винт. Он сохранился довольно-таки хорошо, увесистый, тяжёлый, крашеный. Если его установить, то наверняка можно ещё и полетать. В год столетия со дня рождения Героя Советского Союза Александра Котова в средней школе в родном ему селе Троицк был присвоен имя лётчика, героя и земляка. Ирина Суконкина, Максим Бекеев. Народные новости. Ковылкинский район. Субтитры создавал DimaTorzok